Всем привет! С вами снова подкаст «Про мой район» и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. В подкасте «Про мой район» мы говорим о разных районах Москвы, о том, чем они уникальны и как в них живется. И в этот раз мы направляемся в район, где, можно сказать, смешались в кучу кони-люди. Даже название района связано с конным спортом, это «Беговой». Здесь находится старейший в России круглогодичный ипподром и несколько очень любопытных достопримечательностей, связанных с лошадьми. Но, естественно, этим репутация нашего сегодняшнего героя совсем не ограничивается, потому что район этот очень разный. Он и исторический, и промышленный, и немножко даже офисный. И в этом он похож на некоторые центральные районы. И в том числе по стоимости квартир. Помнишь, когда мы рассказывали про центральные районы в нашем третьем сезоне, мы говорили, что они возглавляют рейтинг самых дорогих мест в столице по стоимости недвижимости. Так вот, «Беговой» почти что их догоняет. По данным рейтинга индикаторов рынка недвижимости за декабрь прошлого года, средняя стоимость одного квадрата составляет около 373 тысяч рублей. Дороже разве что в центральных районах и еще в Дорогомилове. Ну а вот интересно, в чем главные плюсы и минусы этого района? Об этом мы как раз сегодня и поговорим. Район «Беговой» находится на севере Москвы и занимает площадь чуть больше 4 квадратных километров. А живет тут примерно 41,5 тысячи человек. Границы района с юга и запада очерчены железнодорожными путями белорусского направления. С востока границы проходят по улице авиаконструктора Сухого, а потом по Ленинградке и дальше уже по третьему транспортному кольцу аж до Савеловского вокзала. Налицо главное преимущество района — это транспортная доступность. На границе района или совсем рядом есть станции метро. Это «Беговая», «Динамо», «Белорусская», «Петровский парк» и «Савеловская». А для автомобилистов — «Ленинградка» и «Трешка». Но в то же время эти транспортные магистрали создают и определенные проблемы местным жителям. Но в первую очередь из-за шума и выхлопных газов. Потому что пробки, особенно на «Трешке», это дело совершенно обычное. Ну и эти две главные транспортные артерии делят район на три почти равные по размеру части. Одна находится за третьим кольцом, ближе к Хадынскому полю. Другая часть — на четной стороне Ленинградки. Там раскинулись бывшие и действующие промышленные зоны и остатки империи издательства «Правда». Ну и третья часть — самая любимая москвоведами. Историческая местность, которой как раз район и обязан своим названием. Та часть, что находится ближе к ипподрому. Мы попросили рассказать об истории района и о самых интересных его достопримечательностях москвоведа и экскурсовода Светлану Шапошникову. В целом спортивная история района Беговой, она очень сильная такая, важная. И это не только стадион, бывший стадион юных пионеров. Это еще и, безусловно, ипподром. Это тоже часть спорта. Это у нас и немножко дальше, ближе к белорусской гимнастический зал, школа, юношеский спорт, крылья советов. Это и цирковое училище. То есть очень такая насыщенная спортивная жизнь всегда была в этом районе. И вот мы двигаемся в сторону территории стадиона юных пионеров. Сейчас там нет стадиона, есть жилой комплекс «Царская площадь», но внутри него сохранилась великолепная такая жемчужина района. Это небольшой павильон, который дал название этому жилому комплексу «Царский павильон». Это жемчужина этого пространства, построенная еще во времена дореволюционные, в 1882 году, когда на Хадынском поле проводилась Всероссийская промышленная выставка. Район, он такой пазл, который составлен из нескольких пустошей или полей, которые там были вплоть практически до конца XIX века. Это ямские поля, принадлежавшие слободе ямщиков. Это такое продолжение, естественно, тверских ямских улиц, где, собственно, сами ямщики жили. Но пашни, поля для выпаса скота у них были за таможенной границей Москвы, за Тверской заставой. И позже это пространство дало название улицам, которые там были проложены. Вот эти многочисленные улицы ямского поля с разными номерами. Это одно поле. С противоположной стороны у нас находилось Хадынское поле или Хадынский луг. И как-то сжалась вот эта территория Хадынского поля до современных каких-то пространств, которые явно читаются на карте. Например, парк Хадынское поле. Но на самом деле территория этого поля, этого луга, она была огромная. Она вот как раз тоже начиналась за Тверской заставой и продолжалась в сторону от Москвы до села Всехсвятска. Село Всехсвятска — это примерно район Сокола современного. И вот на этом поле, на его части небольшой, в конце XIX века проходила вот эта знаменитая промышленная выставка всероссийская. Это был огромный комплекс зданий, где расположились и какие-то машины, и станки, и картины художников. И любой желающий купец московский мог, в принципе, за свои деньги построить небольшой павильон. Они подходили к этому делу с большой фантазией, с креативом. Строили они интересные павильоны и продемонстрировать свои достижения, свою продукцию, свои товары. Там были и Кузнецовы, и Генрих Браккар с его духами. Он сделал вообще потрясающую вещь, поставил посреди своего павильона фонтан. И в фонтане были вот эти его знаменитые духи. И вся Москва, те, кто мог себе позволить купить билет на эту выставку за небольшую плату, приходили и могли набрать в какую-то емкость эти духи, могли прополоскать свои галстуки, рубашки, блузки. И еще год после окончания выставки Москва благоухала всеми вот этими его духами. Но небольшую постройку там поставили стационарную. То есть все вот эти павильоны были разборные, их потом и разобрали после выставки. А один каменный павильончик под названием «Царский» остался и до наших дней. Мало кто, возможно, о нем знает и видел даже, поскольку он скрыт на территории этого жилого комплекса посреди больших, уже достаточно высоких домов. Такой маленький, в таком русском стиле, с изразцами, с плиткой. Очень красивый. Сейчас он находится на реконструкции, и скоро он засияет своей красотой. И туда можно будет попасть? Попасть туда можно и сейчас, потому что в нем находится один из ресторанов. В районе Беговой можно прийти и поесть, зайти внутрь. Дальше мы с вами, если будем проходить через вот эту территорию жилого комплекса, вспоминаем мы, конечно, стадион юных пионеров, который находился на этом месте. И кажется, будто бы у нас ничего не осталось от этого стадиона. Местные жители очень переживали, что в свое время было принято такое решение о его сносе. Но на самом деле кое-что все-таки сохранилось. Сохранилась стена одной из трибун, которые были над футбольным полем. Небольшое поле было футбольное на стадионе. И сохранилась мозаика. Были сделаны где-то примерно в 50-е или в 60-е годы XX века. Перед центральным входом со стороны Ленинградского проспекта, в таких вот углах, в пилонах специальных, вогнутых, были сделаны две мозаики художниками Жерносек и Потекианом на спортивную тему. Эту мозаику удалось сохранить. Долгое время она, условно говоря, пролежала в мешках где-то в подвалах. И через пару буквально лет была проведена реставрация. И вот в ту сохранившуюся трибуну от стадиона юных пионеров их вписали, поместили. И они сейчас там стоят. И когда мы проходим через территорию жилого комплекса и выходим уже к улице Беговой, то есть к третьему транспортному кольцу, нас как бы от шумного вот этого третьего транспортного кольца, от этой магистрали отгораживает историческая трибуна и вот эти прекрасные мозаичные панно. И там можно подняться по лестнице, которая тоже сохранилась наверх на эту трибуну. И такая небольшая смотровая площадка получается с историческими фотографиями. Там красиво очень украшено это пространство, чугунная такая ограда. Исторические фотографии не только района Беговой, но и Москвы в целом. И сверху можно вот так вот полюбоваться пространством вот этого жилого комплекса. А напротив, если мы с вами будем переходить через Беговую улицу, через третье транспортное кольцо по наземному пешеходному переходу, мы пойдем с вами к еще одной жемчужине, я бы сказала, этого района с советского уже периода, конца 70-х годов, знаменитый дом Сороконожка, дом авиаторов или дом на ножках, как его называют не только местные жители. И, конечно, такое грандиозное сооружение, которое обращает на себя внимание. Это самый знаменитый дом Сороконожка в Москве. И да, у него действительно 40 ног из железобетона. Его еще называют домом авиаторов, ну, потому что квартиры здесь когда-то давали в основном работникам авиационного завода «Знамя труда». А построили Сороконожку в 70-х годах по проекту архитектора Мейерсона. И изначально это здание планировали как гостиницу, которая должна была стоять совсем даже не здесь, а на берегу Хинкинского водохранилища, в экспериментальном жилом комплексе «Лебедь», о котором мы рассказывали в нашем выпуске про Войковский район. Но в итоге это здание решили переместить поближе к центру, чтобы его могли видеть гости столицы. У нас в Москве, на самом деле, достаточно много зданий, которые можно назвать домами на ножках. Это у нас и дом Наркомфина, и дом Центросоюза на Мясницкой улице, и напротив ВДНХ дом на ножках, и даже целый комплекс модернистских таких сооружений, тоже 70-х годов, известных как жилой комплекс «Лебедь» в районе водного стадиона. В общем, этот стиль предполагал, что людям на первых этажах домов жить не очень комфортно. И в целом тоже другие дома на ножках, они предполагают, что у людей, которые живут в этих жилых комплексах, у них не должно быть каких-то препятствий по прогулкам. То есть дома их не должны останавливать на их пути, а они могут свободно проходить под объемами вот этих жилых домов. У нас же с вами там еще один прекрасный дом. Недалеко как раз находится ажурный дом. Да, это просто, можно сказать, уникальный дом. То есть если домов на ножках можно найти и насчитать несколько еще в других местах Москвы, то ажурный дом – это, безусловно, визитная карточка даже нашего с вами района. И самое любопытное, что вот так, как выглядит этот дом, у нас могли выглядеть дома повсюду. Не только в Москве, возможно, и на просторах нашей страны, в других городах. Потому что это отчасти был эксперимент по массовому жилью. Получается, что этот дом в единственном экземпляре и только в районе Меговой находится. Да, да, именно так. И жильцы, на самом деле, многие живут там поколениями, несмотря на то, что система внутрикоридорная, кухня маленькая, вид из кухонь на улицу вам закрывают вот эти вот бетонные решетки. Но люди продолжают там жить, не хотят уезжать, потому что это как-то исторически престижно, если можно так сказать. И район Беговой очень удобно расположен, близко к центру. И дом такой вот уникальный, в котором хочется продолжать жить. Ажурный дом — это самое первое здание из железобетонных блоков в нашей стране. Его строительство завершилось перед самым началом Великой Отечественной войны. А ажурным его называют за узорчатые решетки, которые тоже отлиты из бетона. При этом кажется, что дом как бы отделан настоящим мрамором. И говорят, что это связано с тем, что в те времена технология еще не позволяла добиться ровного цвета блоков. Поэтому архитекторы предложили добавлять в смесь краситель, который как бы имитировал цвет мрамора. И хотя в массовое производство дом, к сожалению, так и не поступил, но техника полносборного строительства, как мы знаем, используется и по сей день. А прямо напротив ажурного дома находится еще одна историческая достопримечательность. Это беговые ворота со скульптурами диаскуров. Диаскуры — это близнецы, дети Зевса, которым Посейдон однажды подарил коней. И именно они увековечены в созвездии близнецов. У нас действительно название района «Беговой» связано с тем, что когда-то в большой его части расположились конюшни, здания каких-то обществ, связанных с лошадиными скачками, бегами. И позже был построен центральный московский ипподром. И вот приветствуют нас с вами эти лошади. Они немножечко сейчас кажутся в отрыве от какой-то реальности. Две фигуры, стоящие возле «Беговой аллеи». Но когда-то именно отсюда начинался центральный въезд к московскому ипподрому, «Беговая аллея». И это были не просто два постамента с лошадками, но еще целая такая группа скульптурная, ворота очень красивые. И, в общем-то, считается, что эти лошади являются уменьшенной копией тех самых лошадей Клотта на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. И делал их для Москвы внук того самого Клотта. Так что вот небольшой кусочек Санкт-Петербурга в Москве у Санкт-Петербургского шоссе у нас есть. И название, соответственно, улиц вот как раз вокруг этих скульптур и уже вот рядом с этим ажурным домом и туда дальше у нас ведущие к ипподрому, они непрозрачно намекают на лошадиную историю. То есть «Беговая улица», «Беговая аллея», «Скаковая улица», «Скаковая аллея» — это все территория, относящаяся к ипподрому, к конюшням, к бегам и к скачкам. Московский ипподром — это старейший в стране и вообще первый в мире рысистый ипподром. Что значит «рысистый»? Если на обычных скачках лошади несутся галопом и ими управляют жокеи, то здесь лошади идут быстрой рысью, а наездники управляют им из двухколесных экипажей. Для этих скачек даже была выведена специальная порода лошадей — это орловские рысаки. Ну и ипподром тоже участвовал в разведении новых пород лошадей, потому что много лет он служил научным и испытательным полигоном НИИ-коневодства. Изначально первое здание ипподрома было построено еще в первой половине XIX века. Там большими синими буквами написано число 1834. Да, в 1931 году было создано общество охотников рысистого бега, общество любителей конской скачки, так вот витиеваты назывались тогда эти спортивные общества. И позже было построено здание ипподрома в камне, но в основе его лежали еще самые первые сооружения, такие деревянные беседки, соединенные небольшой галереей. Здание было очень красивое, с башнями, украшено двумя квадригами лошадей, но оно сгорело в советское время, то есть оно просуществовало долго, больше ста лет, и сгорело в 1949 году. И вот то здание ипподрома, которое мы видим сейчас, проезжая по беговой улице или подходя близко, это уже здание, которое построено было в 1955 году знаменитым архитектором Иваном Владиславовичем Желтовским. И в нем очень много таких вот концептуальных моментов. Во-первых, если смотреть на здание ипподрома, то безошибочно все узнают в нем две части, два таких архитектурных объема. Один из которых похож на Большой театр с колоннадой, с фронтоном, и даже с квадригой лошадей наверху, а другой похож на башню, то ли башню Казанского вокзала, то ли башню одной из кремлевских. На самом деле там прямая отсылка к кремлевской башне, потому что на этой башне можно увидеть еще два барельефа скульптурных с изображением конных всадников. Один из них Дмитрий Солунский, а другой Георгий Победоносец. И такие же абсолютно вот эти вот барельефы конные когда-то были на Спасской башне Кремля, еще до того, как она стала называться Спасской. Когда-то она называлась в честь флора фроловской башни. То есть у нас русский язык не позволяет выговорить вот это вот флоры лавр, и постепенно флор во фроло у нас преобразовался. В прошлом году ипподром был закрыт, и будет проводиться серьезная реставрация. И будет возможность подойти с нескольких сторон, в том числе и вот с той стороны, где у нас железнодорожные пути, которые, кстати, когда-то стали причиной того, что общество любителей конской скачки и общество охотников расистого бега, они как бы вместе объединились в одном пространстве. Потому что до 1870-х годов, пока там еще не было железной дороги, они существовали отдельно, друг от друга у них было два пространства разных. А потом проложенная железная дорога, она, так сказать, съела территорию, которая принадлежала обществу любителей бега, и они вынуждены были соединиться с каковым обществом в одном пространстве. Что уж говорить, Николай II любил участвовать в скачках, он же тоже приходил на этот ипподром, насколько мне известно. Да, ну, конечно, это, в общем, такое было пространство для любителей всех уровней. Точнее, наверное, в какое-то время до советский период это все-таки был удел богатых людей. И представьте себе, там, содержать у себя на конюшне где-нибудь около 200 лошадей позволить себе мог не каждый. А такой пример, кстати, есть, и он как раз находится буквально тоже в шаговой доступности и входит в маршрут вот этой моей экскурсии. Это знаменитые конюшни Леона Монташева, которые находятся на скаковой улице. Это такое тоже величественное здание в стиле венского барокко с вензелем, с буквами «ЛМ». И если посмотреть на вот этот картушь, который там с завитками, с такими лепными, сбоку, то можно даже увидеть голову лошади специально вот таким образом. Замархитекторы устроили, чтобы было понятно вообще, для чего строилось это здание. Сейчас, конечно же, там уже никаких конюшен давно нет. Здание, я бы даже сказала, находится в аварийном состоянии. Его придерживают какие-то металлические конструкции. Но в целом вот такое ядро, центральная часть вот этих монтажевских конюшен сохранилась. И даже там на территории есть небольшой домик, где когда-то была кузница, и домик уже повыше, побольше, где жили жокеи. Здание конюшен с огромной аркой и колоннами было построено незадолго до революции. Архитекторами стали Аршак Измиров и его коллеги, братья Виктор и Леонид Веснины. Ну, их мы, конечно, уже знаем в первую очередь как авторов многих конструктивистских построек в Москве. Отсюда можно уже прогуляться по скаковой улице и дойти до музея русского импрессионизма. В здании бывшей фабрики «Большевик» он появился относительно недавно, в 2016 году. И здесь всегда проходят какие-то необычные выставки. Можно всегда по-новому взглянуть на живопись и графику русских художников рубежа XIX и XX веков. Как называется ваша экскурсия? Кожаный мяч и шляпки. Потому что, условно говоря, мы идем от Динамо, то есть от такого футбольного центра, до ипподрома, где когда-то таким дресс-кодом было наличие шляпок у женщин. Я еще знаю, что рядом с ипподромом, странное соседство, конечно, имеется Боткинская больница. Странного ничего в этом нет. На самом деле просто это действительно было пустое пространство, которое в разное время городские власти отдавали под застройку. И когда такой благотворитель, купец, очень известный московский гражданин, почетный граждан города Москвы Солдатенков обратился к городу с просьбой выделить ему место для строительства больницы для всех категорий граждан. В общем, он брал на себя такую ответственность финансовую, дать возможность получить квалифицированную медицинскую помощь всем людям, независимо от их статуса и происхождения, то город выделил пустое пространство. На самом деле, конечно, был построен вот этот замечательный комплекс больничный, который разрастался потом со временем. Правда, вот лишили его имя его создателя в 20-е годы. Почему-то решено было забыть о Солдатенкове и присвоить имя другому, выдающемуся тоже врачу. Тут мы нисколечко не будем спорить с тем, что имя больницы получила заслуженно. Тем более, кстати, Солдатенков и Боткин Сергей Петрович, они даже были знакомы и дружили. Ну а сейчас я с радостью могу констатировать, что Боткинская больница, она впереди планеты всей. То есть она не замкнулась вот в этих своих каких-то старых, уже, конечно, тоже устаревших корпусах, а внутри был создан флагманский такой центр медицинский и совершенно современный, отвечающий всем требованиям современным. И, в общем, это, конечно, тоже очень хорошо. В Беговом, кроме клинической больницы имени Боткина, крупнейшего стационара в Москве, находится еще детская больница номер 9 имени Спиранского. Здесь работает самый большой в столице детский ожоговый центр. 40 клинических отделений круглые сутки оказывают помощь детям и подросткам. А еще во втором Боткинском проезде находится онкологический НИИ имени Герцена. Это институт более чем с вековой историей, и сегодня он один из лучших в нашей стране. Фабрика «Большевик» — это кондитерское производство еще до революционных времен. У нас кондитер знаменитый француз Сиу и его семья организовали фабрику как раз на Петербургском шоссе. Потом она после революции была преобразована в фабрику «Большевик». Сейчас там не производят конфеты, но это прекрасная территория, по которой можно погулять, попить кофе, бизнес-центр. И самое главное, что в здании бывшего цеха, по-моему, где мололи муку или хранили муку и сахар, находится музей русского импрессионизма. Всем очень рекомендую побывать обязательно в этом музее, потому что культурная составляющая, культурная среда района, она тоже, конечно, заслуживает отдельного рассказа, отдельного внимания. Фабрика «Большевик» была основана в 1855 году как торговый дом Сиу и компания. И именно здесь, в 13-м году, начали производить легендарное печенье юбилейное. В 20-е годы прошлого века фабрика получила уже советское название «Большевик». А вот печенье удивительным образом сохранило название еще с царских времен, в честь 300-летия дома Романовых. 13 лет назад производство перенесли во Владимирскую область, а «Большевик» постепенно превратился в жилой и бизнес-квартал. Ну и, конечно, нужно сказать про ближайшего соседа бывшей фабрики на Ленинградке. Это Московский международный университет, между прочим, один из первых частных вузов в новейшей истории России. Он существует уже 33 года. У нас сейчас территория Бегового района еще и улица Ямского поля, улица Правды практически до Савеловского вокзала. И там у нас, конечно, тоже много интересного, в том числе, например, вот, как я уже говорила, такие образовательные какие-то объекты. Это и школа гимнастики, это и школа цирковая. И, конечно, с чем сейчас ассоциируются все эти улицы Ямского поля, это комплекс ВГТРК. У нас там работают журналисты, телевизионщики. Многие туда приходят тоже сниматься, там, коллеги в каких-то передачах. Вот все это интересно. На самом деле, исторически это была промышленная зона, которая требует реконструкции, ревитализации. И эти процессы у нас вот происходят в Москве. Раньше это были территории за пределами Москвы. То промышленность логично там строилась. Вы упомянули, что на территории улицы Правда есть комплекс ВГТРК. Там же рядом параллельно улице буквально бумажный проезд. Там просто был комплекс типографские, издательские газеты Правда. То есть там был полный цикл от работы корреспондентов, журналистов до, собственно, выпуска газет Правда и не только Правда. И вот это все, цеха какие-то, и там находилось. Поэтому такие названия. Ну, на самом деле, там не только вот эти вот были корпуса, связанные с производством и выпуском газет. Но еще раньше на этой же территории были, например, корпуса завода ДУКС, который потом преобразовался уже в советское время в огромную авиационную промышленность. И вот об этой части, мне кажется, района Беговой тоже не стоит забывать, что на территории этого района у нас находились заводы Знамя Труда, бывший завод авиационный номер один, ОСА «Авиахима» МИГ. И все это вышло вот с того самого еще дореволюционного ДУКСа, который начал делать первые какие-то дирижабли. И что там у нас еще тогда летало? В воздухе велосипеды, да, но вот основной их упор у них был сделан на авиационное строение, да, авиационную промышленность. Можно сказать, что на территории завода ДУКС зародилась российская авиапромышленность. Завод был основан в 1893 году, а в 1909 здесь начали производить первые отечественные самолеты. На одном из ДУКСовских самолетов в 1913 году летчик Петр Нестеров впервые в мире выполнил знаменитую мертвую петлю, названную его именем. А после революции завод тоже работал, но уже под другим названием, и назывался он «Коммунар». В 1993 году ему вернули историческое название ДУКС. И в настоящее время завод производит ракеты класса «Воздух-воздух». Ну а вот что касается такой тоже культурной жизни, если прямо напротив фабрики «Большевик» перейти в Ленинградский проспект, то мы с вами попадаем в цыганское такое веселье. Театр «Ромэн» — это вообще единственный, насколько я знаю, чуть ли не в мире театр цыганский, который существует уже очень-очень давно. И, наверное, своим появлением он обязан тому, что когда-то за пределы Москвы выгнали ресторан знаменитый «Яр», который с ним как раз соседствует по сей день. И там пели цыгане. Хор этот был известный очень цыганский. Выступали артисты цыганские. И вот как-то не пришлось по душе городским властям, что такое заведение находится в центре Москвы. Когда-то его открывали еще на Кузнецком мосту. И он в итоге оказался там, а потом и открылся театр «Ромэн» рядышком. Когда-то, кстати, еще и театр «Современник» у нас был. И прежде чем он оказался у нас в итоге на «Чистых прудах», где он сейчас находится, у него было какое-то время еще и помещение в гостинице «Советской». Там, где ресторан «Яр», гостиница «Советская». По своему виду, вампирный отель «Советский» совершенно соответствует своему названию. Ну, потому что здание знаменитого ресторана «Яр» было перестроено в 1952 году и превратилось в гостиницу. Но в наши дни интерьер ресторана в стиле модерн частично восстановили. И выглядит он, надо сказать, очень театрально и впечатляюще. Стоит зайти сюда хотя бы для того, чтобы примерно почувствовать историческую атмосферу этого места и вспомнить тех, кто любил здесь бывать. А в их числе Чехов, Куприн, Горький и Шаляпин. В ресторан можно попасть с экскурсией. А там же еще рядышком через дорогу действует культурный китайский центр. Да, есть такое заведение. У нас в бывшем особняке Ребушинского. То есть тоже можно понять, что, в общем-то, там историей все пропитано. В китайском центре можно посетить курсы живописи, освоить игру в го или посмотреть кинофильм. И, к слову, культурных центров в районе немало. Стоит сказать про Центр драматургии и режиссуры. А это опытная площадка для выпускников художественных и театральных вузов. И еще здесь работают лаборатории молодой режиссуры, хореографии и драматургии. У нас недавно открылось замечательное место под названием Мосволонтер. Волонтерский центр такой серьезный, который очень актуальна сейчас. Вот эта вот история с волонтерством во всех сферах жизни. Очень интересно. И есть, вот если так еще точечно куда-то заглядывать в какие-то места района, у нас, например, есть такое пространство, как Благосфера. Это в здании бывшей фабрики кухни, как раз авиационного завода номер один. Меня поразило, что вот я читала, потому что я хотела, на самом деле, попасть туда на экскурсию, в здание этой фабрики кухни. Но увлеклась вообще чтением их сайта, потому что они единственные, мне кажется, из тех организаций, которые я знаю, кто работает с детьми-подростками. То есть у них есть специальные программы помощи детям-подросткам, объединение их по интересам в какие-то сообщества, увлечение их какими-то играми, делами. И вот любой подросток, у кого какие-то проблемы в школе, с родителями, с верстниками, он может туда прийти и как-то пообщаться с грамотными специалистами, получить какую-то помощь. Как в Беговом районе обстоят дела с зелью? Какие-то крупные парки, скверы имеются? Вот это вот, пожалуй, единственный минус, на самом деле, этого района отсутствие непосредственно в районе Беговой каких-то больших таких зелёных зон прогулочных. Я где-то читала не так давно интервью с местными жителями, они именно сетовали вот на отсутствие парков. В качестве таких зелёных зон упоминается только пространство перед ипподромом. Сомнительное, да, место. И что там ещё было? Знаменитая Грушевая аллея, которая у нас идёт вдоль первого Боткинского проезда. Вот аллею, кстати, привели в порядок не так давно. Вот программа «Мой район» там убрала деревья, которые пострадали. Они там буквально вековые были, но, конечно, пострадали многие из них от разных наших ураганов, ветров и так далее, оборудовали скамейками, урнами, что немаловажно. И там действительно летом прекрасно, и видно, что люди гуляют, приходят туда и с колясками. Но в целом вот других таких мест нет. А груши-то есть? Груши есть, да. Груши остались, и новые посадили, насколько я знаю. То есть сохранили те, которые ещё жизнеспособны, и высадили новые. Но у нас, в принципе, район Беговой граничит с соседними районами, в которых огромное количество вот этих вот пространств для прогулок. Ничего страшного нет, мне кажется, если они будут по-соседски ходить. А какие ещё есть плюсы и минусы у этого района, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, плюс, очевидно, это транспортная доступность. То есть этот район, он пронизан двумя широкими такими магистралями, Ленинградским проспектом, и крест-накрест, вот третье транспортное кольцо. Плюс практически все вот такие углы, да, точки границы района — это станции метро. То есть можно приехать и добраться разными способами. У нас вот центральные диаметры сейчас проходят там, где станция метро Беговая, и наземный транспорт. Я как раз, когда заканчиваю экскурсию свою, мы её заканчиваем не возле метро, это как раз возле ипподрома. И меня, естественно, все экскурсанты, некоторые из них впервые вообще в этом районе, они спрашивают, как нам отсюда выбраться. И я их отправляю на остановку наземного транспорта. Пожалуйста, садитесь на автобус. Вариантов три. Вот как раз от ипподрома у нас и ходят автобусы и до Белорусской, и до Динамо, и до Савеловского вокзала. То есть какая линия метро вам удобна, какой способ вам удобен, пожалуйста, садитесь, доедете. И очень часто ходят они, и вообще проблем никаких нет. Ну, ещё, мне кажется, плюсом таким являются уютные дворы. Вот поскольку у меня как-то тоже семейная история связана этот район, я вспоминаю путь, который мы всегда проделывали пешком. Вот дома, где жили бабушка с дедушкой, через дворы это как раз была дорога в сторону Динамо. То есть вот мы шли не по улице, а через дворы. И до сих пор я, если представляется такая возможность, хожу там пешком и вижу, какие там прекрасные площадки оборудованы внутри. И сами дворы какие-то такие вот прям старомосковские, уютные. Вот это вот сохранилось. Вы вообще как относитесь к району Договое? Вот можете его описать? Вот какой он для вас? Ну, честно вам скажу, для меня это район детства. Потому что я его именно помню в те годы, 80-е, когда приезжала, приходила в гости к моим бабушке с дедушкой. И гуляли во дворах, ездили на трамвае. То есть вот у меня такой запах ещё какой-то булочный там был. На первом этаже этого дома. Хлеб привозили в 5 утра. И когда летом открывали окна в квартире, то прямо вот такой вот хлебный запах. То есть что-то уютное. Поскольку это ваш район детства, и вы его всё-таки помните ещё. Насколько изменился район, в принципе, вот сейчас, в 2024 году? Ну вот на самом деле у меня нет ощущения, что он изменился прям очень сильно. Единственное, что, конечно, портит, что ли, немножечко впечатление, это закрытые дворы. Но это сейчас повсеместно люди стали закрывать дворы заборами, шлагбаумами. Там, где можно было раньше пройти насквозь, пройти, конечно, уже невозможно. Ну а в целом, как я и говорила, вот эти все внутридворовые пространства, что, собственно, составляет окружение жителей, да, оно осталось таким же уютным. Ты знаешь, Настя, Беговой действительно во многом оказался похож на центральные районы. Потому что тут сохранились уютные дворики, и всё пропитано историей, и много каких-то культурных центров и театров. Но проблемы, конечно, здесь те же, что в большинстве центральных районов. Это недостаток полноценных парков и ещё шум от дорог. Но не забывай, что у Бегового всё-таки есть одна уникальная особенность, которая отличает его не только от центра, но и от всех других районов. Это кони. И хотя сейчас ипподром и закрылся на реконструкцию, через несколько лет лошади снова вернутся в район. Потому что после обновления ипподром должен полностью сохранить это место для скачек, тренировок и бегов. Ну, разве что появится здесь гостиница и конюшня для гостей. Так что Беговой свою идентичность сохранит и в будущем. Мне кажется, когда московский ипподром откроется, мы с тобой будем в числе его первых посетителей. Я думаю, да. Потому что у меня уже и шляпа готова, если что. Ну, а мы говорим спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Надеемся, вам было интересно. А если так, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете. И обязательно присоединяйтесь к нам в следующий четверг. С вами была Даша Судакова. И Настя Масляева. Пока. Пока.